Поговорить о жизни – это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, проблемах и победах нашего бытия. Продолжение следует... Ну, иногда встречали в тайге. Но для нас они были очень... Другие люди. Другой мир. Другой мир. Для нас олень – это всё. Это, во-первых, образ жизни. Это транспорт. Это наша культура. Потому что если не будет оленеводства, мы забудем свой язык. Потому что свой язык у нас только в оленеводстве в полной мере раскрывается. Потому что таких русских слов нет, как в оленеводстве, как в тайге. Очень много таких слов нет. Есть слова, не переводятся. Не переводятся такие слова. Раньше волки были культурными. Серьёзно? Можно так сказать. Мы их не трогали, и они нас не трогали. Сейчас волки совсем другие. Они сейчас приходят в зимовьё. Они не боятся ни дыма, ни человека. Они могут распотрошить все продукты. Такого раньше вообще не было. Вы как-то в Италии даже были на конкурсе, на гастрономическом, и там заняли какое-то место. Чем удивили Европу, Елена Григорьевна? Я туда увезла оленье молоко. Но это было в своей трудности, как я туда увезла оленье молоко. Как? Вот в Италию увезти оленье молоко через все таможни, чтобы оно не прокисло? Я даже не понимаю. Вы знаете, сейчас же у нас бутылки пластиковые. Были бы раньше у нас там в тайге. Ну вот хорошо, что я в эти бутылки налила молоко и заморозила его. Я в бутылки всё поналивала. Маленькие такие 0,5. Большие это неудобно. И вот полетела, до Благовещенска долетела, туда в морозильник положила Благовещенский. Долетела до Москвы, там в морозильник положила. То есть не давали растаять? Да, не давала растаять. И в Италии я их растаяла. Ещё я туда привезла голубицу. То есть йогурт детства свой? Да, да, да. Йогурт сделала и молоко. Все пробовали. Африканцам понравилось очень. Как вам Европа? Как вам вообще большие города? Москва вы там, вот ещё много где бывали. Вам тяжело там жить? Вы знаете, для меня это чуждо. Очень. Я себя там чувствую очень плохо. А почему? Я не знаю. Я не могу это объяснить. Мне всегда хочется домой, домой, домой. Я думаю, скорее бы это мероприятие закончилось, и домой. Не знаю. Я никогда не привыкну к этому. Никогда. А что в городе мешает? Отчего в городе тяжело? Ну, казалось бы, душ есть, коммуникация, удобство. Ну, прекрасно всё. Интернет. Ну, цивилизация, асфальт. Вы знаете, я не могу это сказать, но мне здесь плохо. Очень плохо. Я хочу домой. Разговаривать не с кем. А когда ты разговариваешь на своём языке, это, вы знаете, для души это очень легко. Я ведь никогда не знала русского языка. Я в 7 лет только его обучила. И сейчас, ну, я же не скажу, что я плохо по-русски говорю. Хорошо, прекрасно. Нормально говорю. Но когда я очень сильно волнуюсь, я напрочь забываю русский язык. Серьёзно? Конечно, ну, это бывает очень плохо для меня. Вот иногда приходится что-то доказывать, да. Я начинаю волноваться и полностью забываю русский язык. Вы представляете, как это оказывается, это где-то там на подсознании, видимо, всё вот это складывается. Что именно родной язык, это мой родной язык. Вот у меня в Москве есть очень хороший человек, знакомая, очень хорошая. Она меня пыталась задержать в Москве. Возила туда, возила туда, возила туда. Вечером мы приходили, и она говорит, Леночка, почему у тебя такие грустные глаза? Мы же сегодня столько видели. Я говорю, я хочу домой. Что у тебя там дома? В бомнак, не надо мне ничего. Ты, говорит, поешь фрукты, ты же такие никогда не будешь кушать. Я говорю, нет, я хочу рыбу сырую. Кого? Рыбу сырую. Ну, я вас не понимаю. А я говорю, а я вас не понимаю. Вот так, мы разные. Про ивенкийский язык. Сегодня сколько примерно в Бомнаке живёт Ивенков? Ну, так, по-вашему. Ну, по-вашему, я знаю 220 человек Ивенков. Из них сколько в совершенстве знают родной язык? Ну, я думаю, процентов 70. Прям вот вообще хорошо. Ну, хорошо говорят новинки, потому что наш посёлок ещё приезжали с АМГУ, с института приезжали, пединститута изучали. В каждом посёлке кто как свой язык знает. Ну, в Бомнаке действительно больше всех знают свой язык. Вам мама пела песни в детстве на родном языке? Вот колыбельные какие-то вообще вот пели? Ой, наши родители всегда пели песни. Всегда пели песни. Я вас попрошу, если можно, может, какую-то песню на венкийском языке. Хотя бы куплет и припев, вот, если можно. Я могу песню хоть какую спеть, но давайте я спою. Вот у нас есть в Йенгри, Йенгри, это Саха-Якутия. Это Ниленгринский район. Да, там тоже живут эвенки и наши родственники. Есть такой там Владимир Колесов. Он очень много написал песен на венкийском языке. Это единственный человек, который написал много песен. Правда, сейчас его нет в живых. Но он эту песню написал в 70-х годах. И до сегодняшнего дня это очень актуальная песня. Так, опять. Иду, тыкин, нонон биган актарив. Таду, откан, иманна тикча. Иду, тыкин, билирби уринчарив. Таду, иматкан, иман мураджук чал. Люгли, биракан, мкарду кунакар. Тыкин, овидя ритин. Тыкин, овидя ритин. Это очень длинная песня. А в чем эта песня? Вот эта песня поется там, где сейчас, где мы кочевали, кочевали, там сейчас лежит снег. Там, где мы кочевали, там, где мы оленей пасли, там сейчас пустота. И там, где наши дети играли, и пели, и смеялись, там тишина. Дома говорить и на родном языке чаще всего? Только на родном языке дома говорим. Потому что вот езжу, езжу, устаешь. От русского устану, да, и поговорю на родном. Да, да, да. Ну, я и разговариваю со своими подругами, с русскими на своем языке. Понимают? Некоторые понимают. Ну, иногда и понимать, не понимать, я все равно говорю. – Национальную кухню готовите? Вот у вас дома часто национальная кухня на столе? – Да, мы часто готовим национальную кухню. Особенно сейчас, когда я приезжаю, я здесь скучаю очень по своей этнической пище. – Что дома едите часто? – Рыбу едим сырую. – Сырую? – Ну, сырую, хорошую рыбу. Ну, и лапшу готовим домашнюю. Сами готовим вот с теста. У нас очень много хороших блюд эвенкийских. Во-первых, делаем хлеб на соде. – На соде? – Да, только на соде мы едим лепешки свои. Потом, что если есть мясо всегда, есть рыба всегда есть, и начинаешь готовить. Например, есть у нас национальное блюдо, токамин называется. Токамин. – Это что? – Это, если перевести на русский язык, как же это, обжорство, ну, как будто бы, что ли, ну, может быть, так это переводится. Я же говорю, некоторые слова у нас вообще не переводят. – А что это за блюдо? Из чего оно? – Ну, это такое, вот берешь жир медвежий чистейший, ну, они же на орехах частенько бывают, это очень вкусный жир. И туда бросаешь самые вкусные части тела. – Мясо. – Часто мясо. Это язык, это печенка, это почки, это сердце. Ну, самые лакомые кусочки, нежные, бросаешь туда, и все вот это… – Кипит в этом жире. – Кипит в этом жире, а потом все вот это. Обязательно, когда ты такое блюдо делаешь, нужно звать соседей, детей, чтобы все вот это испробовали. Ну, это традиция такая эвенкийская. Еще есть у нас очень хорошая кухня национальная. Я что-то нигде никогда не видела такое, где готовят. Ее очень муторно готовить, но это стоит этого. Вот берут горловину у оленя, хрящ-то вот эти, хрящ, и ее заполняют вот этими всякими вкусностями. Туда бросают куски жира, язык, куски мяса, вот это самые нежные. Все вот это туда… – Фаршируют, как колбасу, грубо говоря, делают. – А, да, да, да. Потом закрывают с этой стороны, с этой стороны, туда, эти, в палки и на костер. И вот это очень вкусное блюдо. – То есть, ее надо крутить, как на вертили, чтобы она равномерно прожаривалась. – Да, это ее крутишь, равномерно все вот это жарится. А потом у нее же там эти, как вам сказать… – Как кольца. – Кольца, как кольца. – Да, 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 хрящ, как кольца. – И вот какому человеку хрящи режешь, и вот это вообще вкуснятина такая, да. – Вы верите в силу шамана, честно? – Конечно, верю, потому что я воочию знаю шамана. – И видели силу? – И видела силу. – И ощущали? – Видела, ощущала. Она приезжала к нам, помогала нам. – Шаманка? – Да. Буквально вот в ноябре месяце, когда уже волки совсем стали не отходить от стада нашего. Вы знаете, чтобы волков отпугнуть, я здесь в Благовещенске искупила весь деколон. – А деколон? – А деколон дешевый. – Тройной или какой-то? Русский лес? – Нет, просто всякий какой был. – И что, помогает? – По-первых, помогала, потом они привыкли. Ну, сначала-то мы и бензином, и солярой, и криолином пробовали. Им все вот это уже знакомо стало, потом стали одеколоном. Ну, как будто бы человек там, да. Сейчас они и деколон уже нет, ничего не боятся. – И что, шаманка помогла? – Да, в какой-то мере она помогла, очень. – Удивительно. – Я не знаю, как это у нее получается, но тем не менее, мы проводили обряд большой в тайге. И до сих пор пока не трогают. Ну, страшно говорить, может, не услышат. – Не услышат. – Волки телевизор не смотрят, не услышат, это точно. А в детстве видели шаманов? Они всегда были в вашей жизни? – Всегда были в нашей жизни, особенно в детстве. С нами он ездил по тайге. Яковлев Илья Иванович его звали. – Старый был? – Старый такой, он еле ходил. Его садили на оленя. Ну, когда мы переезжали в другое место, он еле-еле ходил. Ну, случилось один раз такое было. Я со своей, там же у нас очень много детей было, я с одной девочкой пошла играть на речку. У нее были коротенькие волосы, у меня были косы. Вот она говорит, да что ты с этими косами-то, давай отрежем их. Быстренько принесла ножницы, я отрезала свою косу и выкинула на речку. Все, мы поиграли вечером, я пришла домой, одела платочек, чтобы отец не видел. А мать моя была в поселке, она рожала моего брата. Ну, и пришла я в палатку. Отец говорит, ты почему не кушаешь, мне уже тогда стало плохо. Я даже не покушала и сразу легла спать. Я легла спать и все. Я очнулась только, когда шаман Бубин, пел он и шаманил. И вот он увидел меня, что я проснулась, подошел ко мне, говорит. Она пришла в себя. Ну, это все на венкиском, говорится. Потом ко мне подходит и говорит, ты что наделала? Зачем ты так волосы свои бросила? Мои, говорит, птицы еле-еле нашли все до волоска твои волосы. Я их в печку, говорит, бросил. Я не понимала, как это на такую реку я бросила. Течение унесло тоже. Да, вот именно. Никогда так не делай. Все свои волосы, все свои ногти нужно бросать в огонь, чтобы никто их не нашел. И с тех пор... Так и делается. Ага, вот так он вылечил меня, видимо. Потом вот этот же саман с нами все ездил, ездил в стадии. Потом у нас дожди произошли. Проливные дожди на две недели. И потерялись все, стадо потерялось. И вот собрались все оленеводы и пришли к шаману. Ну и, конечно, я пришла. И спрашивают, помоги найти оленей. Он что-то там сделал, прилетела птичка и села на трубу. Что-то там прощебетало и улетело. И он говорит, идите туда-то, туда-то, там найдете своих седовых. Седовых найдете, а там уже найдете стадо на том-то, на том-то реке. Вы представляете, это он со всеми разговаривал. Это я видела. И так они пошли и нашли. Так они пошли и нашли седовых. Сели на седовых и поехали, пригнали стадо. То есть птичка прилетела, ему сказала. Это птичка прилетела и ему сказала. И он понимал их. Он понимал их. И он же позвал ее. Это же он же его позвал. Это вы видели своими глазами. Все, что я видела по тайге, когда мы ездили. Мы к нему носили еду. Вы знаете, как он еле-еле ходил с этой палочкой. Но когда он шаманил, он по два часа прыгал. И прыгал на такие, видимо, в транс ходил. И было очень много энергии у него. Удивительно. Вы владеете оружием? Ну, конечно. Стрелять умеете? Да. Метко? У меня свой СКС. СКС? Да. Это что такое? Расшифруйте. Это нарезное ружье. 5,6. 7,62, 5,6. Фантастика. И что? Кого вы можете убить? Ну, кого? Соболя. Соболя-то, конечно. Правда... Соболя-то, конечно. Нет, ну, Соболя-то можно... Желательно мелким оружием. Тозовкой. А кого вам приходилось убивать? Оленя дикого. Дикого. Ну, что там не застрелись, их же много. Ну, бывает там по 12, по 6 штук, по 5. На любого вот так. Ну, метко стреляете? Ну, так-то да. А кто вас учил? Меня муж учил. Меня всему учил муж. Ну, я вышла замуж очень рано, мне было 17 лет. И мы с ним ездили по тайге безвылазно. Там у меня два сына выросло. И вот к школе только мы приехали в поселок. То есть, и ваше, как сказать, свадебное путешествие, все было в тайге? Да, да, да. Все было в тайге. Она вас и венчала, она все была вашим домом, колыбелью вашей. Да. Удивительно. Когда стреляли в последний раз? Ну, вот мы в ноябре ходили на охоту. В ноябре. Что есть в охоте? Какой-то адреналин есть? Вот какая-то вот... Вы знаете, по молодости так оно было. А вот сейчас уже, когда дело к старости идет, мне почему-то жалко бывает стрелять. Я не знаю, почему такое случается. Раньше не было. Раньше такого не было. И я спрашиваю у своего сына, у своих братьев, бывает вам жалко стрелять? Они говорят, нет. Такого не должно быть. Значит, говорят, тебе вообще не надо. Надо тебе оружие бросать. В Бамнаке, в вашем родном, жил и похоронен легендарный Семен Григорьевич Трифонов, которого мы все знаем как Улукиткан. Да. Знаменитый проводник экспедиции, которого Федосеев обессмертил, который написал о нем. Есть родственники Улукиткана? Конечно, есть. У него есть внук Алексей Трифонов. Где он живет? В оленеводстве. В оленеводстве. В оленеводстве? В оленеводстве. Но он живет в оленеводстве все время. За оленями смотрит. А вы не помните его Улукиткана? Конечно, помню. Помните? Мы с детсада шли, и по пути был его дом. Мы всегда останавливались у него. Он всегда на крыльце сидел. Мы садились с ним на крыльцо. Он нас угощал нам. Кусочек сахара даст и сухари. Это тоже было лакомство для нас. Посидим и дальше идем. У него еще внук есть Егор, то есть правнук. С моим сыном он ездит по тайге. Какой он был по характеру? Улукиткан? Да. Он такой, дед был такой добрый. Ну, очень подходит ему вот этот Улукиткан, как бельчонок. Это как бельчонок переводится, да? Да, это бельчонок переводится. Ну, такой дедушка с тросточкой, добренькие глаза у него были. Он очень тихий был такой, юркий. К тайге вернусь. Вот зимой 30 градусов мороз. Как не замерзнуть, Елена Григорьевна? Как спать? Там не 30, там 40, 50. Ну, как не замерзнуть? Ну, как ты замерзнешь, если ты все время двигаешься? В тайге нужно все себе сделать. И дрова тебе надо, и воду, и дом себе поставить надо. Вот, например, переехал с одного места на другое с оленями, ты начинаешь себе площадку лопатой расчищать. Это такую территорию для палатки ты должен расчистить до земли. Все, расчистил, потом поставил палатку. Прежде чем поставил, надо жерди нарубить, идти нарубить и все поставить. Без конца в тайге ты шевелишься, ты... А ночью как спать в палатке? Она ж тоненькая. Ну и что? А 40 градусов мороз. Ну, у тебя же есть шкура, одеяло есть. Ну, это, видимо, надо привычку иметь. Сколько к нам приезжают людей, к нам очень часто приезжают. Они действительно мерзнут. Они, наверное, замерзнут в любом спарнике. А вы детьми не мерзли? Не помните? Никогда. Никогда? Никогда не мерзли. А болели? Нет, там не болели. Никаких там ОРВИ, никакого гриппа? Ничего не было? Нет, никакими. Удивительно. Удивительно. Вы счастливый человек, вот по своим внутренним ощущениям. Я не говорю, да. Хотя в жизни все было, я знаю. Все было. Очень счастливый человек. Я об этом очень часто думаю. Да, я счастливый человек. А из чего ваше счастье соткано? Из чего? Ну, вот даже возьмем на сегодняшний день. Вот я проснулась. Не так хорошо на душе. Утром очень хорошее настроение. Встал своими ногами, своими руками. То, что ты уже ходишь, это уже счастье. Кто может двигаться? Кто может думать? Кто может читать? Кто может смотреть? Кто может общаться? Это очень счастливые люди. Очень. Ведь счастье, это совсем... Наверное, это зависит от каждого человека, да? Счастье. Вот кому-то надо, например, квартиру, кому-то машину, кому-то еще что-то. У кого-то бриллианты мелкие, шуба короткая, они горюют по этому полу. Да, вот таежным людям нужны просторы, нужна тайга, нужно здоровье. А тайгу надо слышать? Конечно. Вот там свои звуки. Свои звуки. Я уже об этом вам сегодня говорила. Там свои звуки. Там своя мелодия. И ее слышат только у кого есть сердце. Другие могут не узнать. Вы сказали, там и тишина другая. Да, да, да. Там и тишина другая. Там тебе ничего не отвлекает. Ничего не отвлекает. И ты там... Ты там даже можешь стихи написать. Ты там можешь песни петь. Ну, что тебе душа просит, то ты и будешь делать. А ваша любимая тайга когда? Зимой, летом, весной, осенью? Вот самое ваше время такое. Вообще я люблю осень. Очень люблю осень. Красота. Не знаю почему, но мне нравится больше осень. И еще весна нравится мне. Ну, у каждого... Времени года свои прелести. Да, свои прелести. Но особенно мне нравится осень, весна, когда все просыпается. Особенно когда гуси летят, утки летят. Сидишь и наблюдаешь. Прямо так радостно бывает. Они когда летят на свой дом. Там на озера летят недалеко от нас. А осенью, когда они улетают, ну, какая-то тоска бывает. Но все равно так это хорошо. И это все ощущаешь в тайге. В цивилизации такого нет? Нет, в цивилизации даже уток-то не увидишь гусей. Мимо разве пролезут. И звезд на небе нету. В городе, посмотри, их нету, кажется. А там какие звезды? А я даже и не смотрю. Я даже не выхожу. Скажите честно, вы думаете о смерти? Конечно, думаю. Боитесь? Нет, не боюсь. Ни за что не боюсь. А как же? Ну, не знаю. Я думаю, что я уже много сделала добра. Очень много сделала добра людям. Я думаю, что я уже прожила большую часть своей жизни. Ну, и прожила неплохо, можно сказать. А там за чертой есть что-то или кто-то? Я никогда об этом не задумываюсь. Что-то не задумываюсь я об этом. Ну, у меня там очень много родных людей. Муж, родители, родители мужа, сын мой. И я все равно думаю, что я с ними встречусь. Верите в это? Ну, верю в это. Хотелось бы верить. Ирина Григорьевна, такой вопрос задам. Тяжелый, но задам. Вы похоронили сына. Это самое страшное в жизни, что может произойти у человека, когда похоронишь своего ребенка. Что уходит вместе с ребенком от матери? Да, я это ощутила очень сильно. Я в 97-м похоронила мужа. Я думала, что весь мир померк. Это было очень тяжело. Очень. Ну, время это действительно лечит. Но потом, в 2005 году, у меня сын умер. Но это казалось, оказалось, это еще хуже. Вместе с ним ушла какая-то часть от тебя. Ну, это непередаваемое. И вот, вы знаете, никакие слова не помогают. Кто-то вот, друзья, подруги, родственники начинают утешать тебя. Этого нельзя делать. Все мимо. Все мимо. Это тоже надо время. И очень много времени надо. И вот, когда у меня есть такие знакомые, которые своих детей похоронили, я никак не могу им ничего говорить, потому что я знаю, что это бесполезно. Это только время может вылечить их. Только время. И то не всех людей. Конечно, здесь все лежит, все остается. Есть другие проблемы. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. И ты живешь ради тех, кто рядом. Да, да, да. Конечно, все вот это делаешь, делаешь. А потом бывают какие-нибудь, когда ты вспоминаешь. Я очень часто вспоминаю своего сына, когда он был маленьким. Когда ему было два годика, он потерялся у нас в тайге. Вот у меня был, ему было два годика, а Димке младшему ему было около года. Он в люльке был завязанный, люльки у нас такие-то. И вот здесь, а муж пошел на охоту. Я вот варила, стирала там, а муж мой дерево завалил, и туда завязал седло. И вот он на этом седле всегда играл, играл, тут же играл. У него ружьишко было деревянное, ну, как будто он тоже на охоту. Я его посматриваю, он играет, играет, играет. И здесь раз он исчез. Давай я его искать везде. Искала, искала, нигде нету. Потом взяла вот этого люльку с Димкой, пошла его далеко искать, не нашла. И это уже стемнело. И темные ночи только муж с охоты приехал. Я его сразу, и он поехал сразу с собакой искать. Нашел его. Он перешел речушку, два года человеку, да, и сапог у него уплыл один. А сапоги в то время детские, такой дефицит был. И он его привез. Я вообще, вот это в детстве он терялся. Ну, все хоть нормально. И это вспоминается. И это вспоминается. Вот вы маленькая женщина, но очень сильная. Он у вас в тайге умер. Вы его сами из тайги вывозили. Вы вот сделали то, что многим не по силу. Вот где брали силы, Елена Григорьевна? Я сейчас все время, ну, наверное, может быть, сейчас я бы этого не сделала. Но тогда себя все берешь в руки. Я и мужа своего одна везла с больницы. Уже когда он умер? Когда он умер. В ноябре это было страшно. Мы по льду. По льду он трескался. Ну, другого выхода не было. Я, конечно, сейчас вспоминаю все вот это. Было очень тяжело. А где силы брали? Вы знаете, это у любого человека есть. Когда надо, человек может хоть что сделать. Ты даже не представляешь, какие у тебя там силы внутри. Но ты это сделаешь. Ты хоть что сделаешь. Могилизуешься и все сделаешь. А чего боится женщина, которая над «ты» с тайгой, над «ты» с огнестрельным оружием? Вы чего-то боитесь в жизни? В жизни? Ну, в жизни-то много чего надо бояться. Особенно сейчас. Я боюсь, как будут наши дети жить дальше. Как они будут жить. Им, они же оленеводцем занимаются и всю жизнь будут. Им нужна тайга. Они должны в тайге жить как дома. Я не знаю, когда это поймут наши руководители, или кто они такие. Или наши правители. Это очень плохо, зависеть от кого-то. Вот жили бы мы вот так, жили. Все. На своем доме жили бы и жили бы. И не трогали бы нас. И мы никого бы, ничего, ни о чем бы не просили. Вот этого я очень боюсь. Что будет завтра с этой молодежью? Куда они пойдут с оленями? И оленеводства не будет, не будет этих людей совсем. Они больше нигде работать не смогут. Работы нету, безработица большая. Очень много безработных. Да он и не сможет, даже если предложили ему работу, там, куда-нибудь вахтовым, он не сможет. Конечно, не сможет. Он другой. Вот это должны, об этом должны подумать сейчас наше правительство. Не сейчас они должны об этом думать, а всегда они должны были об этом думать. А вот лично вы чего-то боитесь, я не знаю, темноты, высоты, воды, огня или нет? Нет. Ни огня, ни высоты. Как можно так бояться? Такого нет. А чего вы хотите? Хочется еще от жизни? Вам лично. Вы только сейчас опять начнете там за народ, за это. А вот у вас, у Елены Колесовой, какое-то есть желание, есть мечта? Я не знаю, может в Антрактиду слетать или в Гавану? Или еще что-то? Ну, как, чисто по-человечески? Чисто по-человечески. Чисто по-человечески хотелось бы здоровья, хотелось бы хорошую технику, которая ездила бы везде по тайге. Сейчас нет у нас техники, это очень плохо. Я бы села на машину и проехала бы туда, куда хочу. Для меня это было бы счастье. А на Оленях хочется сесть и проехать? А я всегда езжу на Оленях, конечно. Не тяжело? Нет, не тяжело. Чего там тяжело? Ну, не знаю. Едешь, да едешь. Может, неудобно. Нет, нормально. Нормально. Единственное, что ему ни бензина, ни соляра, ничего не надо. Техобслуживание, ни запчасти, ничего не надо. Последний вопрос. Продолжите фразу. Счастье – это… Что счастье для вас? Ну, это просто, когда ты живешь нормальной человеческой жизнью. Проснулась, живая. Вот это есть счастье. Рядом с тобой родственники, дети. Вот это ли не счастье? И самое главное, чтобы ты была здоровой. Хотя бы, чтобы руки, ноги шевелились. Лена Григорьевна, дорогая, спасибо за мудрость. Спасибо за сердце, за ваше. И сегодняшний разговор для меня был открытым уроком жизненной мудрости. Вот вы взяли и преподали целый урок. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Зритель мой, сегодня за жизнь нашу мы говорили жительницей Таёжного села Бомнак, которая над «ты» с тайгой, и которая над «вы» с цивилизацией, которая такая мудрая, глубокая, цельная и настоящая. За жизнь мы говорили с Ириной Колесовой. Всем добра и здоровья. Берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Поговорить о жизни – это совсем не то, что поговорить за жизнь. А мы будем говорить именно за жизнь. Она того стоит. И будем стараться мудреть от этих разговоров о нашей радости и о нашей боли, проблемах и победах нашего бытия. Редактор субтитров А.Семкин